У нас в городе, в Одессе, были взрывы. Переживали за ребенка, поэтому мы выехали. Были сильные взрывы на нефтебазе, даже когда трясся дом, стекла. И мы бы не хотели, чтобы наш сын был в панике, за него переживали, поэтому мы выехали. Нам сразу предоставили жилье. Местные жители относятся с пониманием. Они в магазинах переходят на русский язык для того, чтобы было легче понять друг друга. И они помогают нам и одеждой, это простые жители, всевозможную помощь и сами люди, и примария. Изначально мы не знали, что есть для детей такой выбор занятий. Квиллинг, рисование, английский, танцы. Как только узнали, и мы пошли на занятия. Пока что мы ходим только на квиллинг. Детям очень нравится даже мой непоседа, и то занимается, сидит. То есть это очень полезно, интересно. Вы знаете, когда мы только приехали, мы постоянно следили за новостями, переживали, потому что мы думали либо ехать обратно, либо оставаться тут, как лучше. Ребенок это все чувствует, поэтому он тоже, Рома, баловался, прыгал, нервничал вместе с нами. То есть сейчас мы уже спокойно можем посидеть внизу, в то время как ребенок занимается. И, конечно же, когда он общается с детьми, это очень полезно. Потому что в центру они учительные, они водопр Calvi, которые, в центре этой службы, в центре près как мы сейчас посидим, это центр этого центра. Это центр, это демещ anlamная шугрыт. Они проводят шугарями и новые аппликации. Уже они успенны и сделать ученики, в зиуах пасарилов. Сэрцишором представляют, как дети, это делаю. В этом году, даже сегодня мы поговорим, будет организация паскала, дети уже подготовят паскалы, которые будут освещены в холл центру.